Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Ярослав Щекланов, смотрите в нашем выпуске. Подготовку к весенне-летнему пожарноопасному периоду обсудили сегодня в Доме правительства под председательством первого вице-премьера Хазыра Чекуева. Сколько нарушений закона о конкуренции зафиксировано в прошлом году в Карачаево-Черкесии в Уфас, состоялось подведение итогов деятельности. Я горжусь, любой желающий может принять участие во всенародной акции народных видеороликов, приуроченной к 75-летию Великой Победы. Шубу за полцены, песовый жилет в подарок, компания «Снежка» из Кирова организовала в Черкесии огромную меховую выставку. Сегодня в Черкесии под председательством первого вице-премьера Республики Хазыра Чекуева прошло заседание, в ходе которого обсудили вопросы подготовки весенне-летнему пожароопасному периоду 2020 года. Члены комиссии рекомендовали главам городов и районов совместно с Управлением МЧС организовать проверку наличия достаточности и исправности резервных источников питания и электроснабжения, а также принять меры по проведению объектов в надлежащее противопожарное состояние. Республиканскому управлению МЧС было рекомендовано организовать проведение инструктажей и бесед по выполнению мер пожарной безопасности и действиям при обнаружении возгорания. Сводный план тушения лесных пожаров в настоящее время согласован с Рослесхозом и находится на утверждении главы Карачев-Черкесской республики Рашид Бородевич Тимрезовым. В круглослушном режиме согласно действующей системе дистанционного мониторинга Рослесхоз в региональном пункте диспетчерского управления управления осуществляется мониторинг возникновения лесных пожаров на территории республики. Информация отслеживается в оперативном режиме и принимаются необходимые оперативные меры по своевременному обнаружению, допущению возникновения и распространения лесных пожаров. Отголоски коронавируса в Карачаев-Черкесии в Зеленчукском районе зафиксирована продажа респираторных масок по 50 рублей за единицу. Уфас организует проверки подлинности подобных заявлений. Об этом и многом другом было сказано на пресс-конференции в управлении Федеральной антимонопольной службы по Карачаев-Черкесии, посвященной итогам работы ведомства в 2019 году. Мадина Каракетова подробнее. На Федеральную антимонопольную службу возложен контроль за рядом федеральных законов из сферы деловой конкуренции, предоставление разного рода услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, реклама. Но базовым и основным законом, соблюдение которого блюдут в Уфас, это закон о конкуренции. Уфас работала по обращениям граждан, инициировала ей собственные проверки. Были выявлены нарушения разного рода, налагались штрафы. В Уфас в 2019 году поступило 22 жалобы на злоупотребление хозяйствующим субъектам с доминирующим положением. Три нарушения были устранены до возбуждения отдела, а по 19 было отказано в возбуждении, так как жалобы не были подтверждены или были не в компетенции Уфас. Очень активная статья 15-я, запрет на ограничивающий конкуренцию акты и действия бездействия органов власти, организации, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, государственных небюджетных фондов, Банка Российской Федерации. Было рассмотрено 14 заявлений. Устранено нарушение до возбуждения. Дело 10. Было установлено одно нарушение закона о конкуренции по статье «Запрет на недобросовестную конкуренцию путем дискредитации». И было возбуждено одно дело. В ходе плановых проверок в двух районах Карачаева-Черкесии специалисты Уфас выявили 54 нарушения антимонопольного законодательства, связанные с распределением и продажей земельных участков. Неприятно удивлена, что в отдельных районах, пока не будем называть фамилии, об этом мы скажем позже, когда дела будут завершены, но творится полный беспредел, это сказать, очень мягко сказать. Поэтому мы работаем. Часть дел из 2019 года именно по незаконной выдаче земель перетекла в 2020 год, то есть не успела завершиться в 2019 году. И я так думаю, что по этому вопросу на общественных слушаниях мы сделаем такую большую интересную информацию, поскольку это интересует всех. Галина Авракова подробно остановилась и на некоторых других статьях закона о конкуренции, в которых были обнаружены нарушения. Уфас было наложено штрафов на сумму 4 миллиона 243 тысяч рублей, бюджет взыска на 2 миллиона 597 тысяч. А в 2020 году на Уфас возложили еще одну заботу – цены на респираторные маски, которые подскочили в связи с коронавирусом. Проверка показала, что аптеки не завышают цен на маски самовольно. Наши аптеки и их руководители не завышали цены, то есть цена была завышена уже у оптовых поставщиков. Сейчас масок в аптеках практически нет, потому что их поставки вообще прекратились. А в Уфас поступила информация о продаже масок в Зеленчугском районе по 25-50 рублей за единицу. По словам Галины Авраковой, она будет проверена и в случае подтверждения, что это маски из старого запаса, приобретенного еще до коронавируса, к руководителям аптек будут приняты строгие мировоздействия. Уфас в 2020 году будет работать в прежнем режиме и одно из направлений, к которому будет уделено повышенное внимание, выявление картелей. Мадина Каракетова, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия. Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаево-Черкесии принимаются меры по изменению негативной ситуации, связанной с распространением фальшивых денежных купюр. В большинстве случаев поделки обнаруживаются в кредитно-финансовых учреждениях при пересчете денежной наличности, поступающей из торговых предприятий мест оптовой и розничной торговли. Полицейскими проведены беседы с владельцами торговых точек АЗС на предмет установки технических средств для обнаружения поделок. Профилактические беседы проведены и в пунктах оплаты жилищно-коммунальных и иных услуг. МВД по Карачаево-Черкесии обращается к жителям республики более внимательно относиться к бумажным купюрам большого номинала. Ни в коем случае нельзя возвращать купюру сбытчику, необходимо запомнить приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев сбыта, о чем незамедлительно сообщить сотрудникам полиции. С начала 2020 года следственными подразделениями внутреннего депа Карачаева-Черкесской республики возбуждены четыре уголовных дела по фактам изготовления и сбыта фальшивых денежных купюр. В основном фальшивки были выявлены в банке при инкассации. За совершение преступления по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» предусмотрена уголовная ответственность. Данная статья УК является тяжкой. По ней предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. Даже если случайно у вас оказалась фальшивая денежная купюра, не пытайтесь ее сбыть дальше в торговых точках, либо передать кому-то, так как в этом случае вы становитесь соучастником преступления. Сразу же сообщите в полицию. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. По сообщению синоптиков. В Карачаево-Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Днем в северной части будут порывы до 11,14. Температура воздуха ночью плюс 1,6, а днем в 16,21 выше нуля. В горах ночью до 4 градусов мороза, а днем плюс 8, плюс 13. В Черкесске порывы юго-восточного ветра до 11,14 метров в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5, а днем 19,21 градусов тепла. Продолжаем выпуск. В стране стартовала всенародная акция-конкурс народных видеороликов «Я горжусь». Она приурочена к 75-летию Великой Победы. Цели, задачи и важность акции конкурса «Я горжусь», а также условия его проведения обсудили на пресс-конференции в Международном информационном агентстве «Россия сегодня». Альбина Ламкова продолжит тему. Суть общенациональной акции конкурса «Я горжусь» в том, что каждый желающий сможет рассказать в видеороликах о своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне или приближавших победу над врагом в тылу. Это история подвига инородного самопожертвования, которая хранится в каждой российской семье, отметил главный редактор телеканала «История» и автор проекта Алексей Денисов. На пресс-конференции он рассказал о том, как зародилась идея, как создавался масштабный проект. Вспомнил он и героическое прошлое своих родных и близких в годы Великой Отечественной. Старший брат моей матери был летчиком-истребителем на Ленинградском фронте, погиб в 1944 году. Дед Иван, отец моего отца, погиб на Курской дуге, но успел передать незадолго до гибели мешок сухарей. Привез в семью, в дом, где мой отец с сестрой и братом в этот момент жили и с матерью. Настолько был поражен их бедностью, это была Белгородская область, Центральная Россия, что он еще им отдал очень много сухпайков солдатских. Благодаря этому они выжили. И таких семейных преданий о потомках сотни тысяч. А благодаря акции конкурса «Я горжусь» у всех желающих в возрасте от 12 лет появится возможность поделиться историей своей семьи и создать общенародную семейную летопись Великой Отечественной войны. Ролики нужно отправлять на сайт «Я горжусь». Он же работает с 24 февраля. В ролике могут быть использованы фронтовые фотокарточки, фотографии разных лет жизни, награды героя, его личные вещи, письма и семейные реликвии. Хронометраж от трех до пяти минут. Съемки могут производиться на видеокавер, фотоаппараты и мобильные телефоны. Художественные решения остаются на усмотрение авторов. Это может быть посещение мест, где воевал герой, где совершил свой подвиг или же место его захоронения. И главным критерием оценки ролика будет оригинальность подачи материала авторам при его создании. В рамках встречи были показаны и первые видеоролики участников проекта. А также состоялась презентация специально разработанного для акции конкурса «Я горжусь» логотипа. На пресс-конференции отметили, что работы будут отбираться в течение всего юбилейного года и будут демонстрироваться в эфире телеканала «История». А 2 сентября 2020 года авторы образцовых роликов будут отмечены специальными дипломами и медалями всенародной акции конкурса «Я горжусь». Альбина Ламкова, Рашид Токов, Вести, Карачаева, Черкесия. Карачаева, Черкесия вошла в топ-10 самых востребованных направлений для экстремального туризма. Рейтинг был составлен по итогам опроса пользователей в социальных сетях. Российский сервис бронирования жилья для отдыха опубликовал список мест, куда туристы хотели бы поехать в этом году за необычным и экстремальным отдыхом. К Карачаево-Черкесию туристы приезжают, чтобы побывать в горах, спуститься по горным рекам, заняться фрирайдом и многим другим. На смену теплой зиме пришла теплая даже жаркая весна. Только начало марта, а за окном плюс 20. В это время повысилась не только температура воздуха, но и скидки на разные товары. Меховая компания «Снежка» из Кирова организовала в Черкесске огромную меховую выставку, которая открылась сегодня и продлится по 8 марта включительно. Светлана Шаганова ценила всю красоту шуб. На улице запах весны, цветов, духов, радостные улыбки. И не случайно, ведь приближается женский праздник. Меховая компания «Снежка» подготовила для милых дам приятные сюрпризы и подарки. На выставке большой ассортимент качественных норковых шуб. Очень много новых моделей для модниц Карачаева-Черкесии. Только сейчас меховая компания «Снежка» дарит всем своим покупателям скидку 50% при условии наличной оплаты изделия. Шубку также можно приобрести в рассрочку сроком до 3 лет абсолютно без переплаты первоначального взноса. При этом мы подарим вам красивый песцовый жилет. Но даже оформляя рассрочку, если вы тоже хотите получить скидку при этом, то это абсолютно реально. Приходите и все подробности мы расскажем вам при личной встрече у нас на выставке. Ассортимент говорит сам за себя. Фасоны самые разные. Коротенькие, средней длины и в пол. Пораду это цветовая палитра. Классический черный или темно-коричневый. Много ярких моделей, амбициозных и в то же время дерзких. Здесь вы подберете шубку на все случаи жизни. По-прежнему пользуются популярностью шубы-трансформер. На глазах у покупателя и с длинной она превратится в короткую и наоборот. И все это за считанные секунды. Вот, к примеру, укороченное классическое манто. Ценник данного изделия 70 тысяч. То есть при наличной оплате изделия он будет составлять 35 тысяч рублей. Ну а если вы хотите взять в рассрочку, то сумма оплатежа в составе 1600. Это может позволить себе любой. 1600 рублей в месяц. Вполне доступно. На меховой выставке порадуют и размеры от 40 до 64. Роскошные длинные шубы тоже очень пользуются популярностью. И главное, от российского производителя. Приехали они из Кирова, где есть собственное зверхозяйство. Отсюда и качественный мех, и идеальная выделка шкур. Шубка легкая и лощеный мех. На шубы можно не только посмотреть, не только их пощупать и померить, но и приобрести в рассрочку на три года. Без первоначального взноса, совершенно без переплаты, да еще и получить меховой жилет в подарок. Как говорится, готовь сани летом. Кстати, весна – самое благоприятное время для покупки красивой шубки. Особенно в преддверии женского праздника 8 марта. Особенно вас порадует цена. И скидка – минус 50%. Шубка – почти даром. Тысяча изделий отечественного бренда «Снежка». И такой ассортимент в Черкесске впервые. Посетите выставку шуб в эти предпраздничные дни и 8 марта в Центре развития предпринимательства на Горького, 8. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все Вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Женские секреты». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова